Блюдо трудоемкое, однако, результат определенно того стоит. Можно использовать для приготовления вчерашний хлеб или свежую выпечку. Расскажу, как приготовить запеканку с сухариками и овощами. По желанию к запеканке можно добавить мясо, фарш, колбаски, сосиски, а также украсить ее сыром, тогда блюдо уже не будет вегетарианским. Обязательно добавьте грибы, они придают блюду насыщенный и очень приятный аромат. А вот остальные овощи можно варьировать. Подавайте блюдо горячим. 1. Помойте и нарежьте грибы, нарежьте сельдерей, очистите морковь и натрите ее на средней терке, очистите чеснок и лук. Лук нарежьте небольшими кубиками, а чеснок выдавите с помощью чеснокодавки, промойте и крупно нарежьте петрушку. 2. Положите в кастрюлю 3 столовые ложки сливочного масла и разогрейте на среднем огне, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. 3. Добавьте в кастрюлю шалфей, тимьян, молотый перец, соль по вкусу, лук и чеснок, готовьте пока лук не станет полупрозрачный. 4. Затем добавьте нарезанный сельдерей, а через пару минут морковь и готовьте 2-3 минуты. 5. Немного измельчите грецкий орех. Положите грецкий орех в сковороду и поджарьте 2-3 минуты. 6. Добавьте в кастрюлю оставшееся сливочное масло, грецкие орехи, нарезанную петрушку и посолите по вкусу, дождитесь пока масло растает и выключайте огонь. 7. Нарежьте хлеб кусочками и выложите на противень, разогрейте духовку до 175 градусов. Отправьте хлеб в духовку на несколько минут. Затем нарежьте хлеб кубиками. 8. Положите кубики хлеба в кастрюлю и хорошо перемешайте. 9. Добавьте овощной бульон, по стакану за раз, после каждого добавления тщательно перемешивайте. 10. Форму для запекания промажьте маслом с помощью кисточки, переложите в нее начинку из кастрюли, равномерно разложите ее по всей форме. Накройте ее фольгой, поставьте в духовку и запекайте в течение 30 минут. Снимите фольгу и выпекайте еще 15 минут, пока верх не станет хрустящим и золотисто-коричневого цвета. 11. Украсьте блюдо нарезанной петрушкой и подавайте к столу. Приятного аппетита. 11. Украсьте блюдо нарезанной петрушкой и подавайте кастрюлю. Продолжение следует...